Значит, материал я пользуюсь различными еврейскими источниками, но очень многое взял из этой книги. Эта книга, автор Телушкин, я слышал также еще Телушкин, такое произношение, не знаю, как правильно, я и так, и так слышал, да? Одни и другие говорили Телушкин, Телушкин вот тут равен. И у него четыре книги, которые посвящены различным еврейским вопросам, да? Есть история иудаизма, еврейская мудрость, еврейская культура, и в частности, вот эта книга называется «Уроки духовности, этики и истории по трудам великих мудрецов». То есть, еврейская мудрость, да? Многие изречения мудрецов я брал отсюда. Если вы занимаетесь, и по-серьезному вы занимаетесь евреями, и общение с евреями, обязательно вам нужно иметь сидур. Он, видите, у меня уже потрепанный какой, потому что я практически на каждый день тоже. Вот, в сидуре собраны молитвы, да? И не только молитвы, много здесь справочных материалов есть по иудаизму. И помните, есть, мы говорили, так как две, два типа таких еврейских культур здесь у нас, ашкенасский и сифардский, да? Есть нунсах, нунсах, то есть литургия ашкенасс, нунсах сифард, а здесь сфарат, сифард, а здесь сфарат. Вот здесь, видите, сфарат, то есть это хасидский сифард, он так наиболее полный. Хотя в ашкенассском, например, сифарат, там есть некоторые молитвы, которых здесь нет, тоже очень интересные молитвы. Но здесь еще много справочной литературы, хотя вы сами понимаете, что хасиды имеют отношение к кабале, а если вы подходите к кабале, надо разумно, да? Надо очень разумно к этому подходить. Ну, а также вот такие справочные книги, они очень простые и удобные для использования. Вот, например, «Если ты еврей», да? Очень хорошая книжка. Еще есть такого же вот типа издания «Еврейская культура в вопросах и ответах», да? Это еврейские издания, не помню какое-то еврейское издание, здесь из Ростова на Дону, издание «Феникс». Ну, то есть это такие вот сборники, тут действительно на каждый день тут есть различные молитвы, благословения, объясняется все это, правила поведения, имена, то есть очень-очень много интересного. Ну, и по вопросам смерти и умирания я много литературы тоже просмотрел. Ну, наиболее интересным мне показались вот Дерек Принц, да? «Встречая смерть», я советую каждого почитать, это очень полезно, потому что это я сейчас все вам не буду говорить, да? Но мы людей должны готовить к смерти и должны понимать это, да? И здесь православное издание, ну, вы знаете, когда говорят о православии, я не со всеми вещами согласен, там, мне не совсем понятна их теория мытарств и абсолютно непонятно молитвы за мертвых, да? Но в остальном, если не теоретизировать, то, в общем-то, неплохая книга. Видите, тут очень хорошее предисловие, которое показывает, вот, видите, интересно, что многое должно отличать христианина от людей, не знающих Бога и безбогоживущих. Но одно из самых коренных отличий в отношении к вопросу жизни и смерти. Для человека неверующего последняя черта, за которой уже ничего нет. Для христианина это грань, отделяющая время от вечности, жизнь краткую и призрачную от бесконечной и истины. Если земная жизнь на самом деле так коротка, и если исполнена скорбей, и если нет неподлинного неприходящего счастья, то зачем же ее дал нам любящий, милосердный Господь? Для того, чтобы познав, как бессмысленно она сама по себе, мы искали смысл своего существования за ее пределами. Для того, чтобы вы поняли, что наша жизнь, да, для чего это она? Она время покаяния, а не радости и утех. Время делания, а не время воздаяния. Видите, время делания, а не время воздаяния. Мы часто воздаем другим, да? И что, когда пришел на эту землю, он как будто воздавал? Воздаяние будет потом. Для того, чтобы вы увидели себя в ней путниками, идущими по дороге в вечность. По той дороге, по которой мы должны взыскать и действительно обрести Бога. Здесь, на земле, решается наша вечная участь. Решается она не Богом, но нами. И это очень хорошо совпадает с еврейским пониманием, да, я тебе дал жизнь и смерть, да, благословение и проклятие. Мы видим, что многие думают, что на суде, да, Бог будет решать. Но мы кем являемся? Мы решаем, какими мы будем, да, на вечном суде. Мы решаем. Либо мы будем смиряться, да, либо мы будем с Богом, либо мы будем преисполнены гордыней. И тогда пойдем куда? Туда, где царь гордыни, правда? Если мы будем с любовью, мы будем там, где царь любви. Если мы будем полны ненависти, где мы вверх? Там, где царь ненависти, правда? Это мы избираем, это наш свободный выбор. Поэтому, если кто-то думает, что он так вот формально покается в последний день, да, я не знаю, может быть и покается, милость Божия велика. Но надо понимать, что нельзя оттягивать до последнего дня. Многие думают, ну вот, да, будет конец света, конец света. Сейчас много говорят о конце света. А перед началом 21 века еще больше говорили о конце света. Ну, сейчас тоже нас пугает петеорит, прилетит, солнце взорвется, что-нибудь. Ну, сгорит, сгорит все, да? Правда, не знаем, когда, но придет это время. Но для каждого человека конец света, так сказать, идеально взятые личности. Он может быть в любую секунду, правда? Поэтому здесь, на земле, решается наша вечная участь. Решается она не Богом, но нами. Господь есть бесконечная мудрость, неизреченная, не мыслимая любовь. По любви своей Он желает спасти каждого из нас. По мудрости своей знает, как это сделать. От нас же зависит, принять это спасение или отвергнуть его. Соединение человека с Богом, исполнение его всесвятой воли. Или, как мы говорим, исполнение что? Заповедей, да? И мы сегодня видели, что заповеди Нового Завета и заповеди Тадаха, они отличаются друг от друга? Нет. Новый Завет только более строго взыскивает, правда? С каждого. И все зависит от нас. То есть мы, фактически, должны учиться искусству жить. И, согласно этой точке зрения, искусство жить состоит в умении умирать. Действительно умирать для мира, для царящего в нем греха, для поработивших наше сердце страстей. Действительно умирать. Итак, мы говорили, что мы говорим обычно старость не радость, да? А действительно старость не радость? Как старость характеризуется? Как добрая старость, видите? В Творе нигде такое выражение, что старость она не радость, да? Даже Экклезиаст, он был разочарован не столько в своем воженстве, столько в том, что он просто перебирает все похоти человеческие, да? Все желания человеческие. И говорит, что это все пустота и суета, да? И когда-нибудь приходит этот миг встречи с Богом. И окажется, да, что это все не нужно. Все суета-сует. Суета-гевель – это пар, поднимающийся, да, от земли. И человек, который приближается к старости, да, он заслуживает всякого уважения. Он нельзя человеку старого, даже если он нам кажется склеротиком, да, насмехаться над ним. Или говорит, что старики дураки и так далее. В Айкра 19.32 «Перед сединой вставай, мы говорили, и уважай лицо старца, и бойся Бога твоего». Да? Первые слова этого отрывка написаны на плакатах в израильских автобусах, чтобы заставить людей уступать место пожилым людям. Кстати, в Японии нет такой традиции уступать место пожилым людям. Чтобы вы знали. Вот так, нет такой традиции. Ну, и у нас нет. Если разобраться. Хорошо. Видите, комментируя это «Перед сединой вставай» касается любого старика. Раби Иханан всегда вставал в присутствии пожилых евреев и неевреев, говоря, сколько пережили эти люди. То есть, неевреи, да, он тоже вставал перед ними, говорил. Сколько пережили эти люди. И заканчивается эта фраза «Бойся Бога твоего». То есть, это заповедь, видите? Заповедь, о которой говорится «Бог». Да? Я Господь, и говорит «Бойся Бога твоего». То есть, серьезно. Опять видим, «Переслипаем, не клади преткновение, бойся Бога твоего». Или «Не властвуй над ними», то есть, над рабами твоими жестокостью, и бойся Бога твоего. Вавилонский Талмуд говорит «Уважайте стариков, которые забыли все, чему учились, не по своей вине, ибо мы знаем, что обломки старых скрижалей, десяти заповедей, которые разбил Моисей, были положены в ковчег завета вместе с новыми скрижалями», — говорит Вавилонский Талмуд Брахот. Это достаточно редкий и выразительный случай использования поэтической метафоры в Талмуде. Как объясняет рабе Айви Эрман, мудрец, потерявший интеллектуальные способности и поэтому интеллектуально разбитый, сравнивается с разбитыми скрижалями. Ему нужно оказывать такое же уважение. В всех культурах нормальных, да, всегда старики были связаны с мудростью. Дворим 32, дробь 7, говорит «Спроси отца твоего, и он возвестит тебя, старцев твоих, и они скажут тебе». В традиционных обществах стариков уважают за их связь с прошлым и за мудрость, которую они передают молодым. Видите, я уже говорил, и вы видели статью Елияев, да, который говорил на конференции в Киеве, что харизматическое движение испытывает большие проблемы из-за чего? Что люди научились разрушать, да, но они научились создавать традиции. И традиции абсолютно необходимы. И кто же является носителем традиции? Старики, да? Вы понимаете, враги, которые нападали и на евреев, и на другие народы, они прежде всего кого уничтожали? Да, интеллигенцию, то есть носителей культуры. Даже Сталин для того, чтобы, с такой яростью, видите, уничтожил самое лучшее. Он уничтожал священника, он уничтожал равенов, он уничтожал интеллигенцию, то есть носителей традиций и культуры. И в результате мы оказались в таком духовном вакууме. Создалась какая-то советская культура, тоже, кстати, в ее основании во многом стояли евреи, согласны? И вдруг эта культура тоже оказалась разрушенной. Культура, которая приходит к нам с Запада, она нам малопонятна. И в основном, вы видите, я еще раз говорю, она связана с какими? С меркантильными интересами, да? Бог с Запада – это что? Золотой идол, да? Которому поклоняется. И даже Бога воинств, яговорится, вот, превращает в этого золотого идола, когда говорят теория преуспевания, да? И Иисус хочет, чтобы вы все были богатые, чтобы вы все стали миллионерами. Ну, такова их природа, ничего не поделаешь. Но у нас были прекрасные культурные традиции, да? Нам не надо ничего нового придумать. Нам надо брать лучшее, что есть, видите? Бог сохранил евреев, может быть, еще и для этого. Для того, чтобы церковь, да, к которой придут евреи, она стала церковью любви. Я говорю о церкви в смысле вселенской церкви, да? Это евреи, неевреи, верующие в Ишуа. Мы мессианские евреи. Мессианские, да, если это не просто принятие традиций, да, на фоне христианства. Это намного другое. Мы должны видеть свои корни, да? Вот я родословный своих котов знаю до пятого колена. У меня сейчас пятое колено, что я родословный. А кто свою родословную там еще бабушек, дедушек и дальше помнит? Мы превратились в людей, потерявших свои корни. Поэтому я всегда призываю вас, ищите свои корни, еврейские и нееврейские. Исследуйте историю ваших семей. Молитесь просто Богу, чтобы Он вам открывал это. Исследуйте историю ваших имен и фамилий. Это все очень интересно, и мы в процессе тоже будем это проходить. То есть, именно нам нужно сохранять прошлое. Нам нужно обязательно преемство. Смотрите, евреи уже три тысячи лет, да, ну, даже больше, да, три тысячи пятьсот лет назад вышли из Египта примерно так. И сохраняют все эти традиции. Каждый Песах мы переживаем, да? Каждый Новый год и каждую Пасху мы говорим «Лашана Габаа» в Иерушилаем, да, «Абнуя» на будущий год в отстроенном Иерусалиме. Мы помним, мы любим, и мы все едины, и умершие, и живые, да? И все мы читаем одну и ту же молитву Шма. И христианство просто отошло от этих вещей, да? И ничем новым не заменило. Вот сейчас будут у нас осенние праздники, да? Я как-то пастору своему говорю, я не почему бы, что он плохой пастор, ну, он просто в рамках своих вещей, да? Он очень хороший у меня пастор. Ну, я говорю, а почему же евреи, почему же церковь не празднует Йом-Кипур, да? Почему же празднует Пасху, но не празднует Йом-Кипур? Почему же не празднует Рашашана? Ну, а это, знаете, а это в пророчески, в будущее, вот, когда придет Мессия, тогда церковь будет праздновать. Знаете, когда придет Мессия, тогда мы уже не будем ни до каких еврейских праздников. Для одних жизнь превратится в сплошной праздник, для других – в сплошной ад. Нам в церкви нужно сейчас уже научиться, научиться праздновать и понимать эти традиции. Тем более великолепные, чудесные традиции. Ну, чем-то похожие, конечно, вот эти дни благотворения. Вот, яблоки с медом что-то делает, медовый Спас, яблочный Спас, почему отдельный? И сколько таких еще Спасов? Какой-то деревянный Спас придумали, нет? Или как-то забыл? В общем, жуткий. Да, и вот эти дни благотворения, они тоже… Да, они тоже, понимаете, это не есть замена. Это совершенно другое, оно не имеет еврейских оснований. Вот, когда церковь примет в себя евреев, да, и евреи станут верующими в Мессии, и мы все будем едины, вот это будет нечто новое, что Бог сотворит на земле. И, понимаете, не в том наше дело и проблема, что если у нас будут миллионные и миллиардные церкви. Не в этом дело. Когда Ишуа говорил, он что говорил? Когда будут считать нас учениками Ишуа? Когда будем любить друг друга и будем едины. Опять я говорю, единство – это не есть единообразие. Единообразие. Единство – это действительно настоящий вот такой пазл, такой цветной ковер. Вот однажды один шах предложил евреям Персии принять ислам. Вы знаете знаменитые персидские ковры, да? Что будет, если смешать все цвета вместе? Серый цвет, да? Тогда евреи сделали и послали шаху два ковра. Один был пестрый, да, ну, персидский ковр, а другой абсолютно серого цвета. Ну, говорит, шах, какой тебе нравится ковер? Ну, что-то вы мне дали серое, если что-то непонятное. Ну, так ты же хочешь, чтобы все такими были. Правда? Единство – это не однообразие. Мы все разные, но мы все должны быть едины в Ишуа Мессии. Мы все должны быть едины в любви. Вот тогда будет настоящее. Да, ну, и вот, старики, видите, это связь с прошлым и мудростью, которую они передают молодым. В современном светском научно-организованном обществе, где количество знаний удавается каждое десятилетие, мы вынуждены смотреть на мудрость стариков, как на нечто устаревшее, вышедшее из обращения. Современные герои – это актеры, рок-звезды, спортсмены. Неудивительно, что у нас остается так мало уважения к тем, кто физически стар. Этот страх перед старостью даже заставляет многих американцев стараться выглядеть моложе, чем они есть на самом деле. Помните, сколько люди употребляют разных вещей. Или вот, например, сейчас. Вот сейчас я нахожусь уже в климаксе. В возрастной климаксе я уже чувствую, что потенция моя снижается. Это нормально, да? В американской культуре секс, если там, это чуть ли не основа. Если человек теряет секс, у него вообще ничего не остается в жизни. Правда? Я убеждаюсь, что, оказывается, есть много очень интересных вещей. Намного интереснее, чем секс. Правда? Каждому что-то дается в определенное время. У нас же начинают принимать виагры, гормональные препараты, молодиться, молодиться, а потом помирает, да? Очень много случаев таких, когда мужчины, пожилые, умирают на молодых женщинах. Я сам наблюдал такой случай, когда в врачебной практике был невропатологом, я был дежурным врачом, значит, скорая помощь, давайте, поехали на инсульт, доктор. Ну, поехали на инсульт, приехали, я посмотрел, говорю, мне тут делать уже нечего. А там молодая женщина, ну, как молодая, ну, ему лет 70, ей лет 40, да? Ну, все равно моложе его. И вот он говорит, вот он на мне лежал, лежал, двигался, двигался, и вдруг перестал. Не двигается, и не дышит человек. Ну, конечно, умер от счастья, да? Да, и потом этот труп долго еще там в морге лежал в больничном, потому что ни жена не хотела забирать его хоронить, ни любовница не хотела его хоронить. Вот кому хочется такой смерти, да? Правда? Или, может быть, смерть почетная, когда человек окружен детьми, и он может им дать последнее слово, он может попрощаться с ними, правда? И мирно отойти к Богу. Разные смерти бывают, и мы тоже участвуем в этом выборе. Страх перед старостью даже заставляет многих американцев выглядеть моложе. И это разрушительно действует на современное общество. А раз мы все равно когда-нибудь состаримся, то только в наших интересах культивировать уважение к состоянию, в котором мы в будущем окажемся. Возможно, мы не делаем этого потому, что старость напоминает нам о смерти. Мы знаем, что смерть ждет всех, но в глубине души не верим, что умрем, пока смерть, в конце концов, не постучится в дверь. В ответ молодым людям, которые, сказали Равину, говорили еще об этом, да, что они сказали ему, что он не может понять их проблем. И тогда Фрид Скортер сказал, вы никогда не были старыми, как сейчас, как я сейчас. И с другой стороны, я уже был молодыми, как вы. Так, по поводу ученых. Чем старше они становятся, тем больше мудрости имеют. Но невежда, чем старше, тем глупее. Вавилонский Талмуд, Шаббат 152. Как дожить до старости? Видите, мы не выполняем Божий план. В Божьем плане, сколько мы должны жить лет? А это что, Моисей сказал, что Бог заповедовал жизнь 70 при большей крепости 80? А вы почитайте, в каком контексте сказано. Новый Завет только цитирует Моисея. Видите, это огорчение. Увы, мы живем 70, да? Увы, это ой-вэй еврейская. Ой-вэй, мы живем 70, максимум 80 лет. Да и те годы жизни... Да, понимаете? Вот в чем проблема. Вот в чем проблема. А Бог сказал, да будут дни их жизни 120 лет. Почему-то христиане думают. Христиане 120 лет, да? Дни их жизни 120 лет. Потому что христиане думают, что 120 лет мной строил Ковчег. И почему-то, думаю, еще одной пользовался топором, стамеской и так далее. Это была техника, технология, когда было уже ядерное оружие. И не менее, чем сейчас. Вполне он мог за год построить Ковчег. Вы понимаете? Просто тогда кораблей не строили, не было кораблестроительства. Разве тогда Бог, так сказать, рассказал, как это делать. Не в этом проблема, но и, да? Люди 120 лет. Хотя после потока тоже люди дольше, но все равно жизнь уменьшалась, уменьшалась. Да, и вот Моисей прожил 120 лет. Видите, как кто не курит и не пьет, тот здоровеньким побрет. И зрение, поэтому, его не притупилося. Да? Помните? Обычно на что всегда? На разум и на зрение жалуются. Да? И разум его оставался чистым и ясным. Я уверен, суставы у него не были скручены. И радикулита у него не было. Да? Он просто пошел и умер. И праведник ложится, как сноб. То есть, созрел человек, созрел для этой жизни. Вот этот момент перехода, он не должен быть болезненным. Понимаете? Бог не создал сам процесс умирания, как мучение. Почему мы умираем в мучениях? Мы умираем от болезни. Да? И не говорится, что от старости мы умираем. Просто от болезни мы умираем. Не доживая до вот этого возраста. Некоторым людям Бог таки дает такую смерть. Да? Легкую смерть праведников. Но вы знаете, если человек расстается до срока, вот этот переход от жизни к смерти, он очень мучитель. Об этом многие самоубийцы говорят. Да? Которые выживали. Некоторые пытались овешаться. Но опыты, проводимые с самоповешением, одним из одесских врачей показали, что повешение – это один из самых мучительных видов смерти. Дело в том, что человек не умирает в результате повешения сразу. Если мужчину можно через 5 минут оживить, женщину через 10 минут оживить, если организм женщины более устойчив к гипотезе, и люди, которые так были оживаями, говорили, что это очень мучительная и страшная вещь. Еще человек остается некоторое время в сознании, хотя он уже не дышит. Даже говорят, что голова отрубленной человека где-то в пару минут еще живет. Она может моргать глазами, она пытается что-то сказать, но мы ничего не слышим, потому что она соединена от звуковых. И некоторые пытались кончать самоубийством посредством отравления или отравлением снотворных. Но такие самоубийцы, которые, если их откачивали, они, оказывается, говорили, что они попадали в страшные места, где испытывали ужасающие муки. То есть нет безболезненных способов лишения человека от жизни. Ну, разве что сразу так распылить его на атомы. В любых случаях. И поэтому любая казнь, она мучительна. Также мучительно наше умирание. Почему? Потому что человек не готов. Он не выполнил свое предназначение в этой жизни. Вот проблема. Значит, человек должен дожить и должен быть в доброй старости. Смотрите, 40 лет Моисей что делал? Да, первых 40 лет он учился, достиг каких-то определенных успехов. Он был самым образованным человеком своего времени. И мы это видим. Благодаря тому, что сохранилось Торов, видите, и что происходило, наверное, не образованный человек не смог бы так описать. Правильно? Он был один из образовывающих людей. Он разбирался и в музыке, он разбирался и в медицине, потому что было такое образование этого времени, всестороннее. И затем этого образованного человека, Бог бросает, можно сказать, самое необразованное общество, да? И 40 лет он в пустыне. Некоторые, знаете, Робинзоны там, которые оказываются в таких условиях, они даже разучиваются говорить, правда? Но эти 40 лет пустыни, они способствовали еще большему развитию, уже не умственного и интеллектуального развития, а развитию духа и души Моисея, правда? И только в 80 лет Бог сказал, что он подготовлен для того, чтобы водить евреев. У нас в 80 лет, это уже такие склеротики. Есть какой-то профессор, ему 80 лет, да? Можете себе представить, да? Вот такая жизнь Моисея, такой образец для нас. И Тора считает, что долгая жизнь дается за выполнение 3 из 613 заповедей. Мы видим, есть 3 заповеди, да? И там говорится о том, что продлевается жизнь. Чтить своих родителей, шмот, исход 20-12, отпускать мать при охоте за птиц, прежде чем забрать ее птенцов, и использовать честные весы при торговле. Дворим 25-15. То есть, хочешь хорошей доброй жизни, да? Еще говорят, удерживай свой язык от зла. Но это уже псалмы, да? Вот. Талбуд составил еще более широкий список таких требований. Ученики Ара Безери спросили его, «За что ты достиг такой хорошей старости?» Он ответил, «Всю жизнь я был терпелив в доме своем. Я никогда не переходил пути более великому, чем я. Я никогда не думал о Торе, гуляя по гадким тропам. Я не прошел и четырех миль без того, чтобы не поразмышлять о Торе и не одеть филин. Я никогда не спал бейт-мидраж. Вот у нас тут бейт-мидраж, да? И если кто-то тут спит долго, он лишается долгой жизни. Так, по крайней мере, мудрецы. На занятиях, на занятиях. Да. Почему? Если вы что-то проспите, что-то потеряете, да, вы не сможете выполнять заповеди Божьи. Я никогда не спал бейт-мидраж и никогда не радовался позору ближнему своему. Я никогда не звал ближнего своей кличкой, даже которая ему не нравилась или нравилась, или смущала его. Видите? И есть такое сокращенное, называется слово Амуш. Амуш – такое пожелание. Амуш. Ад-ме-ве-эс-рим-шана. То есть, чтоб ты дожил до 120 лет. Да? Ад-ме-ве-эс-рим-шана. Эс-рим сколько? 20. Мэ – это сколько? 100. Ад-ме-ве-эс-рим-шана. То есть, до 120 лет. И мы видим два римда, 34,7, что Моисей не притупил зрение его, не истощилась свежесть его. И благословение до 120 лет часто произносится на днях рождения. А один еврейский анекдот рассказывает человеке, который поздравил другого в день рождения и сказал, «Чтоб тебе дожить и быть здоровым до 121». А когда спросили, а почему до 121, он сказал, «Я не хочу, не дай Бог, чтобы ты умер внезапно». Итак, если вы приходите к кому-то на день рождения, что вы ему желаете? Да, чтоб ты дожил и был здоровым до 120 лет. До 120 лет. Пергей Авод 5,21. Как вы думаете, если человек умер в возрасте 100 лет, хорошо это или плохо? Ну, ведь весь мир говорит, что нормально, да. Но Пергей Авод говорит, что тот, кому исполнилось 100, он преждевременно ушел из нашего мира. Да? Видите? И что, когда говорится о старости? Тегелим псалмы. «Не брось меня во время старости, когда иссякнет сила моя, не оставь меня». Тегелим, 71, 9. Псалмы. Псалмы еврейские различаются, нумерации, да? И иногда тоже в некоторых стихах будет разная нумерация с русской Библии. Ну, там меньше промежуток. Бывает иногда один-два стиха объединены вместе или пропущены. Поэтому можете посмотреть и поискать, да. Видите? Почему? Мы объективно живем, помните, мы говорили, в этом поврежденном мире. Адам был как водолаз, который постоянно имел подкидку с кислорода от Бога, да. А потом он посчитал в своей эйфории, что может себя так прожить хорошо. Я перерезал этот шланг, да. И все мы теперь сейчас живем в таком состоянии, вот такой психической болезни. Мы и физически, и душевно, и духовно нездоровые. Вот поэтому Моисей сказал, это не заповедь Моисея, чтобы ты жил 70-80 лет, да. Он говорит, ну максимум 80, да. Но чаще всего, сколько мы проживаем? 70, да и те, говорит. Правда? Хорошо. И многие вещи говорят о слабости, которая с возрастом развивается. Значит, Второе Самуило, или у нас это какое? Второе царство, да? Второе царство, 1933-36. Борзилой сказал царю, столько лет мне еще осталось жить, чтобы идти с царем Верушилаем. 80 лет мне ныне, отличу я хорошее от худого. Почувствует ли раб вкус того, что будет есть, и вкус того, что будет пить? Разве слушать мне еще голоса певцов и певиц? И зачем же раб твой будет в тягость, господину моему царю моему? Сам Давид, помните, он прожил всего лишь навсего 70 лет. Вы знаете? Он прожил только 70 лет. Можете посчитать. Давид. И большую часть жизни, видите, он проходил в войнах, да, в страданиях, в мучениях. К концу его жизни так истощились его внутренние силы, его внутренняя энергия, что ему нужен был человек, который согревает. Вот, кстати, знаете, опыты показали, что если человек замерзает, как лучше его согревать телом другого человека, да? Вот. То есть луги укрывали его одеялами, и ему не становилось теплее. Исхак в старости ослеп. Один талмудический мудрец, рабе Йоси бен Кишма, любил загадывать одну загадку, пропитанную горечью. Две лучше трёх, но горе, когда одна вещь уходит, чтобы никогда не вернуться. Да? Две лучше трёх. Две – это две ноги молодого человека, которые лучше, чем трёх. Это ноги и палка, да? И одна вещь, которая уходит и не возвращается никогда. Это наша юность. Это наша юность. Вавилонский талмуд Бава Кама говорит так. Когда мы были ещё мальчишками, с нами обращались, как с мужчинами. То есть заставляли вести себя по-взрослому. Теперь, когда мы старцы, на нас смотрят, как на младенцев. Правда, говорят? Дошёл до младенческого возраста уже, да? Тоже вавилонский талмуд. Мэт Катан. Если человек достиг возраста силы, то есть 80 лет, то внезапная смерть словно поцелуй. Словно Бог поцеловал человека, забрал его душу. 80 лет называется возрастом силы, да? Для Моисея это был только возраст начала его силы. Правда? Не сидит, как судья в Санхедрине, ни старик, ни евнух, ни бездельный, говорит вавилонский талмуд. И как это объясняется? Раша говорит, старик исключается, так как уже забыл о боли и волнениях, связанных с воспитанием детей, и не способен сочувствовать. А Моимонид так говорит, мы не назначаем Санхедрин очень старых людей, или Янглхов, так как им не хватает нежности. Видите, интересно? Судья, оказывается, еврейский должен иметь нежность. Да, но Моимонид дисквалифицирует не только старого человека, а просто пожилой возраст. И это находится в соответствии с такой цитатой, чем они старше, тем у них больше мудрости. То есть, говорить пожилой возраст, это не старость, вы сами понимаете, да? Если мы говорим до 80 лет, это еще может быть возраст зрелости, да? Каждый еврей обязан изучать Тору, будь он беден или богат, здоров или болен, в разгаре юности или старости и слабости. До какого момента нужно учить Тору? До часа своей смерти. То есть, нет ограничений, да? Для изучения Торы. И старые евреи должны выполнять все заповеди, как и все остальные. Но настолько, насколько они физически способны. То есть, для выполнения заповедей нет пенсионного возраста. И в синагогах старики составляют значительную часть утренней службы в будни. Раби Дейл Фридман заметил, что мы все считаем эти ежедневные обязанности тяжким грузом, а старикам, которые свободны от стольких обязательств, они позволяют сохранять достоинство. Сказать старику, что он обязан выполнять заповеди, как любой другой еврей, значит, дать ему понять, что от него еще что-то ждут. И его поступки все еще имеют значение. Помните, мы говорили, какая самая большая проблема в старости? То, что человек, да, оказывается изолирован от общества. Он становится никому не нужным, да? И эта проблема очень важна для каждого из нас, но в особенности для стариков. Вот еще говорится в еврейской мудрости о смерти. Если бы Бог не скрыл от каждого из нас день нашей смерти, никто бы не строил дома, не сажал виноградника, и каждый бы думал, завтра я умру, зачем работать для других? Поэтому Бог скрыл от нас день нашей смерти, чтобы мы строили и сажали. То есть, до какого? До последнего дня своей жизни, да? Вот представьте себя, вот вы все узнаете, что вы через неделю умрете. Как вы начнете себя вести? Да? Один будет изучать Тор, а другой пойдет по кабакам, третий начнет сексом усиленно заниматься, чтобы хоть что-то наверстать, потерянное в этой жизни. Да вот, посмотрите, наше общество, оно все живет в таком состоянии, как будто завтра умрет. Оно не думает о завтрашнем, а разорило природу все, да? То есть, наше общество, оно чувствует, что приближается день смерти даже тех, кто не верит, мышь эхас, смерти человечества, да? И все равно они так вот себя продолжают вести. Да, поэтому Бог сказал от нас день нашей смерти, чтобы мы строили и сажали. Если у нас будет долгая жизнь, мы насладимся плодами трудов наших, а если нет, другие воспользуются нашей работой. И вы знаете, что вообще-то евреев не принято праздновать день рождения. День рождения или день ангела, это языческие обычаи, конечно, евреи восприняли его, да? Но фактически евреи не празднуют день рождения. Зато празднуется годовщина смерти. Йорцат называется. Есть среди евреев день рождения не слишком большой праздник. Годовщина смерти, вот что помнит еврей. Мы даже не знаем точно год рождения Ишуа. Да? Но мы знаем точно, что это не первый век, первый год нашей эры, да? Потому что когда там есть две даты это некоторые говорят четвертый год, некоторые говорят шестой год до нашей эры, да? И мы видим, что даже Ирод не знал дня рождения Ишуа. Как вот либо шестой, либо четвертый год до нашей эры, да? Два года разница. Поэтому он приказал уничтожить младенцева, да? До двухлетнего возраста. Но зато день смерти, Песах, да? Мы знаем. О Песахе мы знаем. Некоторые думают, что Ишуа родился на Суккот. Есть такое мнение, да? Есть такое мнение, что на Рождество, но скорее всего вряд ли. Потому что видим, что в это время все приходили в храм, и поэтому можно было делать перепись. Все приходили по своим местам. Значит, это когда происходило? Это происходило в то время, когда скорее всего были закончены всей сельскохозяйственной работой. Правда? У нас Суккот. Векторы говорят, что в другие дни. А то, что связано с Рождеством, ну, это тоже опять языческая традиция, которая наслонилась, да? Наслонилась на христианскую традицию. Хорошо, делаем перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова